В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня» в студии Анна Володина. Здравствуйте! И вот о чем расскажу в этом выпуске. Школьные поборы, миф или реальность? И денежный ли вопрос стал причиной скандала в социальных сетях Краснодара? Водная феерия в подарок краснодарцам. Что нового готовят на открытие сезона фонтанов в этом году? Многоэтажные лица города приводят в порядок. Глава куванской столицы Евгений Пермшов проверил, как выполняется программа капитального ремонта домов. Никакого мусора на Ейском шоссе. Свою лепту в челлендж трэштег снова внесли краснодарцы. Сдайте деньги на школьные нужды. Знакома? Тема сборов денег в школах вновь в топе соцсетей в преддверии выпускных баллов. В интернете сейчас вовсю идут бурные дискуссии. Где, сколько и на что собирают деньги родительские комитеты в краснодарских школах. Уважаемые родители, неизбежно приближается время ОГЭ. Хотим мы или нет, детей наших необходимо выпускать. Посоветовавшись Минпрос, собираем по 3000 рублей с каждого. Первое. Для сдачи экзаменов необходимо гелевые ручки – 4000, линейки – 500, заправленные картриджи – 2000, вода – 7000 и шоколад – 8000, плюс накрытие фуршетного стола для педагогов – 16000 на каждый экзамен. Второе. Украшение актового зала для церемонии награждения – 3000. Третья и самая любимая тема – благодарность всем учителям-предметникам – 46 тысяч с цветами. Деньги переводим до 17 мая на карту или наличными в подписанном конверте. С уважением, родительский комитет. Этот вопрос стал главным на утреннем совещании директоров краснодарских учебных заведений. Акцентов два. Первый. ОГЭ и ЕГЭ финансируются из краевого бюджета. Сумма в этом году 22 миллиона рублей. То есть ручку, кстати, обязательно гелевую линейку и воду ученик должен принести сам. Что касается перевозки детей к школам, где будут проходить тестирование, то она тоже будет абсолютно бесплатной, но только из сельских школ. Теперь об акценте номер два. Это благодарность учителям. О подарках учителям. Знаете, если вот так, это уже этика педагогического поведения, если уже вот так рассказывают, вот так иронично в этой ситуации, то, не знаю, было бы самое правильное быть гордыми. И больше ничего. Вот цветы, да, каждой женщине приятны. Я, если они дарятся от души, вообще не вопрос. Но раз идет обсуждение здесь, значит, их надо прекратить в принципе. Я просто требую, чтобы на всех родительских собраниях прозвучала эта тема. Поддержали мнение руководителя департамента и директора учебных заведений, которых оскорбляют заявления родителей о поборах. Ну, мы все не заинтересованы. Мы даже все просим защитить нас от этих обвинений, которые делаются. Очень хотелось бы, чтобы исследовательства массовой информации не гусировали без адресное обращение, когда пишут, обвиняют нас необоснованно. Правильно я доверяю говорю? Да, необоснованно обвиняют. И мы каждый год вынуждены как отмываться, как будто бы чем-то распократили от этих денежных сборов, которые не делают, ну, полуя своих детей. В департаменте образования еще раз подчеркивают, что школы или учителя не собирают и не должны собирать деньги на сдачу ЕГЭ. Если вы все же столкнулись с таким фактом, то лучше сразу позвоните на телефон горячей линии городского департамента образования. Сами педагоги против лишних трат родителей. Если это нужно, ученику они готовы отдать и свою ручку. Да и дорогостоящие подарки, как и походы в рестораны, учителям не нужны. Лучшая награда настоящим педагогам, отличные оценки их воспитанников и теплые слова благодарности. А их ни за какие деньги не купишь. Красивый и комфортный город – это не только парки и ровные дороги, но и отремонтированные дома. Жители двух таких в Пашковском микрорайоне уже наслаждаются обновленным видом своего жилища. Чтобы таких зданий стало больше, и существует фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Проверить, как идут дела с ремонтом многоквартирников, приехал глава города Евгений Первышев. Подробнее о выездном совещании, а также о том, что советуют жители отреставрированных домов. Скептикам фонда капитального ремонта расскажет мой коллега Антон Балзовский. Первая остановка – многоэтажка на улице имени Евдокии Бершанской. Здесь кипят работы по ремонту фасадов. Однако старшая по дому и старожил, Любовь Николаевна Недрига, в беседе с мэром не скрывает эмоции. Ведь такого обновления не было 42 года. Любовь Николаевна, как ремонт? Движется? Движется, очень довольна. Очень мальчики хорошо работают. Работа движется, все четко, хорошо. Слежу, проверяю, контролирую. Все очень хорошо. Рабочие уже отремонтировали фасад, привели в порядок все коммуникации, обновили цоколь и двери в подъезды. И это еще раз доказывает, что фонд капитального ремонта многоквартирников в Краснодаре работает. В этом доме взносы платят более 80% жителей. В первую очередь за счет поступлений и обновляют те дома, жители которых исправно оплачивают квитанции. В любом случае, как я и говорил, эти дома нужно ставить в первую очередь, в приоритет. Там, где у нас высокая собираемость, там, где действительно люди видят о том, что их денежные средства, которые они собирают на капитальный ремонт, тут же возвращаются в виде самого капитального ремонта. Эти дома и нужно смотреть. А вот дом на студенческой, которому в этом году 66 лет, уже отремонтирован полностью и внутри, и снаружи. Жильцы не без гордости рассказывают и доказывают скептикам фонда капремонта, что платить взносы нужно. Они обязательно вернутся. Он помогает. У нас очень маленький дом, всего 8 квартир. Но, тем не менее, мы добились того, что у нас сбор по капитальному ремонту 8-7%. Просто одна женщина, она выше возрастного цель за этого. Вот, поэтому она не платит. А так, фактически, 100%. И мы, фактически, обратились с помощью, чтобы нам сделали ремонт, потому что дому уже более 60 лет. Вот, ну, я так думаю, что он таким не был даже от роду. Работает. Мы, как говорится, я всех своих обязала, чтобы все платили капитальный ремонт. Мы стоим, наш 11-й дом тоже стоим на очереди. В этом году обещали нам сделать. Поэтому мы довольны. И таких довольных краснодарцев скоро станет не на одну сотню больше. Ведь только в течение этого года различные виды ремонта будут сделаны почти в четырех сотнях многоквартирных домов. А это существенная часть жилого фонда нашего города. Эти два отремонтированных в Пашковском микрорайоне дома еще одно доказательство скептикам, что фонд капитального ремонта в Краснодаре все-таки работает. И чтобы этот ремонт пришел и к вам в дом, вам достаточно оплатить вот такую маленькую квитанцию. Антон Балзовский, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». Уикенд будет очень насыщенным. Уже в это воскресенье в Краснодаре старт сезона фонтанов. Те, кто придет посмотреть на красочные брызги, ждет еще и праздничная программа. Начнется она за час до пуска воды. Возле каждого городского фонтана будет театрализованное представление. Организаторы обещают даже оркестр. Мы связались по скайпу с начальником Краснодарского управления культуры Ириной Лукинской. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие новшества ждут нас в этом году на открытии фонтанов? Ну, во-первых, открытие фонтанов у нас происходит в замечательный, очень добрый, очень светлый праздник. Он будет наполнен теплом и любовью всех жителей нашего города. И в этом году мы, помимо тех фонтанов, которые традиционно открывали каждый год, открываем еще фонтаны, которые расположились в новых жилых комплексах нашего города. И мы к этому процессу подключили наше учреждение культуры, которые уже проработали программы и готовятся к встрече жителей новых микрорайонов возле таких вот живых водных оазисов новых микрорайонов города. Здорово. А где именно и какие фонтаны во сколько, где откроют? Ну, фонтаны, которые мы открывали каждый год, они открываются традиционно. Это 12 и 2 часа дня. Основные фонтаны на главной площади города Краснодара и на Александровском бульваре откроются в 21.00. Днем, как раз-таки для детей время, открываются фонтаны, которые расположены в сквере Дружба, в сквере имени Георгия Жукова, возле дома книги, замечательные фонтаны. Вот вся эта история будет происходить в дневное время. Ну, а уже ближе к вечеру, как я сказала, наши два главных фонтана. А вот, допустим, в жилом комплексе Губернский там тоже есть фонтан, и он тоже будет открываться в этот день. Здорово. То есть все будет празднично и с размахом? Ну, как всегда. Чтобы жителям нашего города этот день непременно запомнился. В общем, дома сидеть точно не будем. Спасибо. Спасибо большое. Не нужно, да, потому что весь день будет наполнен праздничными выступлениями, которым готовятся лучшие коллективы нашего города. Спасибо вам большое за беседу, Ирина Владимировна. Спасибо, всего доброго. Добавлю, самый первый фонтан оживет на главной аллее в Чистяковской роще в час дня. В 6 вечера эстафету подхватит фонтан на площади в городском саду. В 19 часов одновременно заплещется вода перед законодательным собранием края. На бульваре Платановом в юбилейном микрорайоне, в сквере имени Жукова, около дома книги, у памятника святой Екатерине Великомученице и в сквере фестивальном. А через три часа заработают фонтаны на главной городской площади и возле Авроры. И наслаждаться их прохладой и свежестью, любоваться ими мы будем до конца октября. Открытие сезона фонтанов наверняка подарит нам много положительных эмоций, а сделает эти выходные еще более классными погода. Всем, кто остается в городе, на ближайшие два дня будет светить теплое солнце. С самого утра, в субботу, как и в воскресенье, воздух прогреется до плюс 9, плюс 16, и днем станет еще теплее до 22 градусов со знаком «плюс». Приятным дополнением к весенней неделе станет легкий освежающий ветерок. Вечером температура воздуха снизится только до плюс 15, ночь в выходные будет согревать своим теплом и вдохновлять сиянием созвездий. Не ради галочки, в преддверии Дня Победы мемориалы кубанской столицы приводят в порядок. Нам очень хочется, чтобы наш город был чистым и привлекательным для туристов, чтобы все, кто планирует приехать в Краснодар на майские праздники, могли полюбоваться ухоженными тротуарами и сфотографироваться возле исторических памятников и мемориалов. Что уже успели сделать, итоги накануне подвели краснодарские единороссы. В целом картина вырисовалась. Она не вызывает опасения за состояние мемориалов, братских кладбищ, обелисков, героев Великой Отечественной войны, мемориальных досок. Участники встречи отметили, что благоустройство памятников к 9 мая – это дань памяти нашим дедам и прадедам, которые прошли Великую Отечественную войну, которые не щадили своей жизни ради нашего будущего. Все дальше уходит война, и мемориалы, за которыми ухаживают активисты, останутся напоминанием на века для будущих поколений. Это очень масштабная работа. В ней принимают участие и школы, и УЗы, и средние учебные заведения. Поэтому мы приглашаем всех в меру своих возможностей также поучаствовать в этой работе. У нас довольно большое количество памятников, мемориалов в городе, которые требуют постоянного внимания. Кроме того, казачеству была поставлена задача организовать круглосуточное дежурство на этих мемориальных комплексах. Хочу отметить, что молодежь с каждым годом все трепетнее относится и к нашей истории, и к ее сохранению. Может, потому что стареют и уходят от нас наши бабушки и дедушки. А может, потому что патриотизм для нас – это уже не высокопарное слово. Он стал нравственным убеждением, без которого не может выжить ни одна нация. Старость может быть и не радость, но уж точно не повод опускать руки. Пенсионеры во всем мире ставят сотни мировых рекордов, путешествуют, занимаются творчеством. А кубанские пенсионеры еще и открывают в себе поэтические таланты. Смотрите сами. Пальцы тонкие, так и грудься, по надам бегут в высоту. Полюби меня, Ларуся, полюби за красоту. Это не просто поэтическая встреча. Это настоящее состязание, где принимали участие жители Краснодара старшего возраста. Более 20 человек. Но зрителей в зале собралось намного больше. Организаторы «Банк Кубань Кредит» совместно с Краснодарским отделением Союза пенсионеров России дали конкурсу символическое название. Мы дней тех не забудем никогда. Данное мероприятие мы поддерживаем в рамках политики банка. Политика называется «Забота о старшем поколении». В этом году уже этой политике исполняется 5 лет. Для нас это добрые традиции поддерживают различные начинания наших пенсионеров-ветеранов. И в частности данное мероприятие мы поддержали с огромным удовольствием. Выступления оценивались в трех номинациях. Лучший чтец, лучший автор и исполнитель своих стихов и лучший исполнитель песен на стихи самодеятельных поэтов. В итоге конкурсная комиссия присудила первые места в своих номинациях Надежде Петровне Маркович, Алексею Михайловичу Кондратенко и Виктору Анатольевичу Сидорову. Кстати, в состав жюри вошли член Союза писателей России Светлана Донченко, заслуженная артистка Татьяна Водопьянова и заслуженная артистка Российской Федерации Надежда Подкопаева. Это хорошее начало, но мы знаем, что очень много людей старшего поколения пишут стихи. Пишут рассказы, стихи. Ну, правда, вообще они занимаются творчеством. Все победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. Организаторы обещают проводить такие конкурсы ежегодно. Анна Лиманская, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». Истории краснодарцев, которые защищали нашу родину, в годы Великой Отечественной войны покажут на главной городской площади в День Победы. Записывают их в рамках акции «Стена памяти», которая проходит в нашем городе. Эта традиция в Краснодаре зародилась несколько лет назад, и мы надеемся, что в этом году с вашей помощью обязательно продолжится. Ведь вам наверняка есть что рассказать о своем герое Великой Отечественной войны, ведь она коснулась каждой семьи. Для этого нужно на электронный адрес, который вы видите на экране, отправить фотографии близких, сражавшихся за родину, их фамилию, имя, отчество, годы жизни, воинское звание и род войск. Сегодня, кстати, последний день, когда это можно сделать. Давайте все вместе к 9 мая соберем в Краснодаре символическую стену памяти, ведь герои продолжают оставаться с нами, если о них помнят. И теперь печальная новость. В Москве на 92-м году жизни умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. В последние годы актриса тяжело болела. В кино она дебютировала в роли военного врача в фильме «В мирные дни» в 1950 году. Ей было всего 13 лет, когда она пошла на фронт. Была санитаркой, спасала солдат. Война наложила отпечаток на ее характер и судьбу на всю жизнь. Одной из самых значимых для нее стала роль Аксинии в «Тихом доне» Сергея Герасимова. Позже славу народной артистке укрепила роль в фильме «Добровольцы». Ирина Быстрицкая была удостоена звания и заслуженной артистки СССР, народной артистки СССР и других. На ее счету огромное число государственных наград и премий. По предварительным данным, прощание состоится в понедельник в театре. Это «Город сегодня». События, которые касаются каждого краснодарца, и во второй части выпуска после короткой рекламы вы увидите. Никакого мусора на Ейском шоссе. Свою лепту в челлендж «Трэштег» снова внесли краснодарцы. Сюрприз, но не киндер. Гигантское пасхальное яйцо подарили Краснодару в канун светлого праздника Пасхи. Это «Город сегодня». Продолжаем выпуск новостей. Чистая ливневка – комфортный город. На улице Московской коммунальщики продолжают ремонт и обновление коллекторов. Как и было обещано, местные жители из-за этого неудобств не испытывают. Передвигаться в этом районе можно без препятствий. Как на машине, так и пешком. На дорогах помех нет. Все дело в том, что работа кипит под землей. Наша съемочная группа убедилась, что часть ливневого коллектора уже привели в порядок. На участке от дома по Московской 144 до улицы Петра Метальникова врезали в большой ливневый коллектор трубу диаметром 2 метра. А сегодня дело дошло до пробного пуска. Чтобы понять проходимость коллектора, его проливали мощной струей с помощью пожарных шлангов. Коммунальщикам еще предстоит потрудиться. Через неделю они обещают вывести работы на финишную прямую. Похоже, что Краснодар скоро лишится своей негативной достопримечательностей. И Московское море наконец-то высохнет. Всекубанский субботник закончился еще 13 апреля. Но чтобы сделать наш город чище, особой даты ждать не нужно. И накануне сотрудники крупной сети ресторанов навели порядок в районе Ейского шоссе. К экологической акции присоединились добровольцы. Это официанты, повара и топ-менеджеры. Многие приехали сюда в свой заслуженный выходной. Ведь самый хороший отдых – это активный. Мы решили поддержать инициативу Евгения Первышева, мэра города. И все вместе, нас более 50 человек, вышли очистить наш город от мусора. Для того, чтобы было комфортно здесь пребывать. Потому что наш город растет, людей все больше. Наши мусороуборочные компании трудятся в поте лица. Поэтому мы нашим предприятиям решили помочь и прибраться. В ходе челленджа работники компании собрали 43 мешка с мусором. Не прошли мимо брошенных строительных материалов и веток. А самое главное – подали отличный пример другим организациям. Ну а мы надеемся, что в ближайшее время общими силами Краснодар войдет в список самых экологически чистых городов России. А вы знаете, что такое каворкинг? Нет? Так мы вам расскажем. Говоря простым языком, это место, где под одной крышей объединились люди разных профессий. В Краснодаре сейчас есть много каворкингов, но один из них очень выделяется. А чем? Сейчас узнаете. Современная мама даже в декрете хочет быть успешной, независимой и нужной. И не только на кухне. Декрет для нее не повод, чтобы махнуть рукой на себя и собственное развитие. Все это можно совмещать, успешно работать и развиваться сегодня можно удаленно. При этом находиться рядом со своим малышом. Краснодаркам воплотить в жизнь такой сценарий помогает социальный проект «Мама работает». Это, наверное, новые силы, новые эмоции для мам, которым уже хотелось как-то себя реализовать, которые, если можно так сказать, застоялись дома, около каких-то домашних дел. И, конечно же, это глоток свежего воздуха, который нам всем был нужен. Я считаю, что мы живем еще в потрясающее время, когда есть возможность совмещать и материнство, и карьеру, и работу. Для кого-то это возможность отвлечься от домашних дел. Но для большинства это еще и шанс пополнить семейный бюджет. А как обучиться швейному делу и как при помощи интернета и социальных сетей можно зарабатывать и учиться, мамочкам рассказывает известный блогер Ирина Паукште. Я рада, что такой каворкинг образовался. Я думаю, что женщина в любой ситуации, даже с маленьким ребенком, может заниматься собой, может развиваться, может даже зарабатывать. Пока мамы заняты делом, их дети тоже проводят время с пользой. Игрушек здесь полная комната, рядом профессиональные воспитатели. Когда проект только был на этапе старта, организаторам пришлось просить помощи у крупных компаний. Оборудование детской комнаты взяла на себя компания МТС. Она же организовала мастер-класс для мам с известным блогером. Мы искали партнеров, которые могли бы предоставить нашим детям, например, шары. Вот в компанию МТС мы обратились как раз таки с просьбой предоставить нам шарики для наших деток. Но так получилось, что наше сотрудничество зашло дальше. В рамках проекта специалисты проводят консультации и тренинги, образовательные курсы. С мамами работают психологи, для них даже проводят девичники. Учиться можно как очно, так и дистанционно. И если кто-то думает, что декрет это скучно и однообразно, то вы сильно ошибаетесь. Дмитрий Пономарев, Николай Новиков, Иван Желнин, телекомпания «Краснодар». Финальный турнир знатоков географии прошел накануне в Краснодаре. 12-й по счету. Организовали его и провели специалисты географического общества и Министерства курортов и туризма. Посвятить его решили истории Боспорского царства. В заключительную борьбу за главный приз вышли самые стойкие 16 команд. Этим ребятам знаком командный дух. Юные знатоки проявили себя в лучших традициях. Интеллектуальные состязания получились очень жаркими, эмоции просто зашкаливали. Тяжело представить, каково было жюри, ведь выбрать победителя из полутора десятка сильнейших команд было действительно нелегко. Это ежегодное мероприятие, которое собирает наиболее лучших, одаренных и талантливых детей со всей нашей страны. В этом году в заочном этапе нашего турнира приняло участие 107 команд. Это более чем 700 человек детей из 9 регионов Российской Федерации. В битве знатоков географии победу одержала команда из Лобинского района. В награду ребята получили туристическую путевку. Этим летом они отправятся в круиз по одному из маршрутов Золотого кольца Боспорского царства, который проходит по 10 городам Краснодарского края, Крыма и Севастополя, а также Ростовской области. Юридическая помощь в библиотеке. День открытых дверей сотрудники Государственного юридического бюро Краснодарского края провели в Пушкинке. Специалисты были готовы отвечать на любые вопросы, а их у посетителей накопилось немало. Да и спектр тем довольно широкий. Например, краснодарка Елена Королева пришла проконсультироваться по материнскому капиталу. У меня лежит сертификат, и три года прошло, я не знаю, что дальше делать. И специалист пенсионного фонда мне все разъяснила в планах приобретения жилья. И мы оставим этот сертификат именно на приобретение жилья. На этот раз встречу приурочили ко дню принятия закона Краснодарского края о бесплатной юридической помощи на территории Кубани. Такие консультации правоведы проводят ежемесячно. За прошлый год они помогли более 8 тысячам кубанцев. Прием организован с участием адвокатов, специалистов территориального фонда обязательного медицинского страхования, нотариусов, членов адвокатской палаты Краснодарского края. Сегодня жители и гости Краснодара могут приходить со своими вопросами правового характера, в том числе и вопросами, связанными с предоставлением мер социальной поддержки, мер государственной поддержки гражданам, вопросы имущественного характера. Адреса, где можно бесплатно проконсультировать по правовым вопросам, всегда меняются. Следить за расписанием можно на официальном сайте юридического бюро Краснодарского края. В следующий раз День открытых дверей планируют провести 8 мая на Октябрьской 68. Так что приходите, не стесняйтесь и задавайте свои вопросы. А теперь речь пойдет о долгии мужестве. В Краснодаре состоялся митинг, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Ровно 33 года назад, 26 апреля, произошла крупнейшая за всю историю ядерной энергетики авария. Одними из первых на ликвидацию катастрофы бросились кубанские спасатели. Они же главные герои и сегодня. В их числе был и Борис Ходорев. В горячую точку поехал без раздумий. Вечером призвали, утром уже в пути. В Чернобыле он возглавлял бригаду поваров. Пробыл там до конца апреля 1987 года. Жили в палатках рядом с городом. Работали посменно. В перерывах смотрели фильмы и общались. С местным населением его бригада не общалась. Это объяснимо. У каждого было много своей работы, которая исплотила товарищей настолько, что они поддерживают связь даже сейчас, много лет спустя. Вместе они сегодня на митинге у памятника героям чернобыльцам в юбилейном микрорайоне Краснодара. Пришли сюда и представители мэрии, городской думы, общественных организаций, инвалидов Чернобыль, а также настоятели мемориального комплекса в честь Дмитрия Солонского и учащихся местных школ. Традиционно в этот день мы собираемся у этого памятника, чтобы вспомнить тех людей, которые ценой своей жизни остановили радиационную опасность. Чтобы мы помнили, восхищались мужеством тех людей, которые защитили своей ценой не только нашу страну, но и весь мир. Всего участия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли 1952 краснодарца. 300 из них были удостоены высоких государственных наград, орденов мужества, медалей за заслуги перед Отечеством. Каждому из нас нужно помнить о самом главном уроке Чернобыля – зыбкости человеческой жизни и о ее уязвимости. Ведь не земной шар принадлежит нам, а мы ему. И нам надо передать будущим поколениям чистую планету. Звездное небо к богатому урожаю. Согласно народным поверьям, этот примет имеет силу в Страстную Пятницу. Это памятный день, в который с особым почтением вспоминают о физических и душевных страданиях Иисуса Христа, когда Спасителя предали суду и распяли на кресте. Отмечается Страстная Пятница за два дня до Пасхи. И в этом году выпадает на 26 апреля, то есть на сегодня. Это самый строгий день Великого Поста. В этот день священнослужители советуют отправиться на богослужение и посвятить больше времени молитвам. Всем, кто держит пост, нужно воздерживаться от принятия пищи до выноса плащаницы. В народе этот день считается особым. Можно привлечь в дом благополучия, избавиться от порчи, сглаза и болезней. И православные в предвкушении одного из важнейших и любимых всеми праздников Светлой Пасхи. В этом году в Кубанской столице обещают поразить просто масштабом мероприятий не только гостей нашего города, но и коренных краснодарцев. В воскресенье, 28 апреля, на главной городской площади практически весь день будут проходить народные гуляния. Праздник «Пасхальная радость» начнется в час дня и продолжится до восьми вечера, вплоть до момента открытия поющего фонтана. Всех, кто придет на площадь, ждут мастер-классы для детей и взрослых, интерактивы, интересные исторические зарисовки на пасхальную тему и семичасовой концерт от творческих коллективов Школы искусства, учреждений культуры и библиотек Краснодара. В общем, такого размаха на Пасху у нас еще не было. Организаторы надеются, что это станет настоящим сюрпризом для горожан. Кстати, еще один подарок для Краснодара уже сделали жители Туапсинского района. В поселке Октябрьска мы были неделю назад, но выдаем сюжет в эфир только сегодня. Просто хотели сделать сюрприз. А какой именно, знает Николай Новиков. Если вы думаете, что в своей жизни вы видели все, то вы глубоко ошибаетесь. Туапсинские мастера презентовали уникальное, огромное пасхальное яйцо кубанской столицы. Шедевр, о котором идет речь, сразу впечатлил своими размерами и красотой. Высота этого атрибута Пасхи 3 метра 40 сантиметров. Сделано из углепластика и оно полое внутри. В ближайшие дни это яйцо привезут в краевую столицу, где оно будет стоять на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора. Ну а пока мне есть возможность внести свой штрих в это произведение искусства. Над этой инсталляцией местные мастера трудились больше месяца. С раннего утра и до поздней ночи не выпускали кисти из рук. Боялись не успеть в срок. Расписали это яйцо по мотивам картин русского художника-передвижника Александра Киселева. И у них это здорово получилось. Он жил, работал какое-то время в Краснодарском крае, в частности в Талапсинском районе. Решили его прекрасными работами на морскую тематику, на тему гор, такого кавказского быта. Решили выбрать три работы и написать это яйцо. Что-то хотелось новенькое, интересное, именно к Пасхе. Символ Пасхи весом около полутонны изготовили на заводе в Талапсинском районе по той же технологии, по какой на предприятии производят бассейны. Эта же компания организовала доставку гигантского яйца в Краснодар. Вот это пасхальное яйцо, по крайней мере мы пытались загуглить, большего размера не существует в мире, чтобы цельно формованное было яйцо. Мы сделали его для глубоко обожаемого нами Краснодара, Краснодарского края. Хотел бы в Краснодаре, чтобы ежегодно это яйцо выставляли где-то на лобное место, где-то на центральной площади. И всегда поручали художественным мастерским или, например, детским художественным школам расписать вот это пасхальное яйцо. Мы, безусловно, благодарны данной компании, которая предоставила такой пасхальный подарок горожанам, жителям нашего прекрасного города. Тем более приятно, что этот подарок в канун светлого, прекрасного христианского праздника появится в городе Краснодаре. Но это всё было неделю назад, а уже сегодня уникальную инсталляцию установили на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора. Планируется, что в следующем году все рисунки с пасхального яйца сотрут, а потом его заново распишут уже краснодарские умельцы. Возможно, это начало новой традиции нашего города. Николай Новиков, Артём Статюха и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар». «Мелодия весны на холсте». Посмертная персональная выставка картин Натальи Зайцевой открылась в выставочном зале изобразительных искусств. Эта художница считается ведущим мастером гобелена на юге России. Её конёк – реалистическая и абстрактная живопись и графика. Она окончила Краснодарское художественное училище в 1974 году, а затем работала на фабрике художественных изделий. В этот период появились её творческие работы в технике макраме и первые гобелены. Наталья Зайцева была мастером, которого интересовали многие виды изобразительного искусства. Её наследие является уникальным и разносторонним. В нём присутствует и фигуративное, и беспредметное искусство, космические, и метафизические идеи, говорят искусствоведы. Она была настоящей такой мастер российского уровня, но не кубанского. Потому что образование прекрасное. Первая художественная школа, училище и строгая навка. А туда попробуй поступить. Произведения Натальи Зайцевой находятся в коллекциях Краснодарского художественного музея имени Коваленко, Государственной Третьяковской галереи в музеях и частных собраниях России, Франции, Бельгии, Израиле, Испании. Увидеть их в Краснодаре можно будет только до 29 апреля. И это лишь малая часть тем, о которых мы успели вам рассказать. Ещё больше новостей есть на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме, Фейсбуке и особенно в Инстаграме. И также напоминаю, после перехода нашего региона на цифровое вещание кубанцы получат бесплатный доступ не только к 20 федеральным каналам, но и к 9 аналоговым, среди которых и телеканал «Краснодар». А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго всех с наступающим праздником Светлой Пасхи, прекрасных выходных. Увидимся в эфире.